Давай, будем в здоровье, ну. Пойду, понты найду. Поговорим о понтах. Ведь порой битва амбиции разворачивается прямо у нас на глазах. Они бывают ментальные и физические. Рассмотрим первые. Думаю, все знают, что понты нужны лишь людям, не уверенным в себе. Подчеркивая чувство собственной значимости, а большинство готово отдать за это последние деньги. Им нужен самый новый телефон, и не важно, что они будут использовать, лишь малую долю его возможности. Раскладывая пасьянс в метро или играя в 2048. Ведь процент полезного действия вашего мозга примерно такой же. Наше общество кругом переполнено людьми, пытающимся выделиться из толпы. Кому нужно развиваться, если каждый второй тебе говорит не умничай? Но кому и зачем важно выделяться? Не тем, кто прячется за дорогой машиной или крутым прикидом. Однако важно различать, для кого эти вещи каждодневные и привычные. Кому по статусу и карману покупать это не в убыток. А кто последние деньги отдает, или того хуже, покупает в кредит телефон? Этим людям и опасно попасть в зону отборного понтовщика. И есть еще вид понтов спортивных. Когда обычные парни начинают заниматься навязанными экстремальными видами спорта, типа паркура. Спасибо им, конечно, за фейл компилейшн, но однако это очень травмоопасно. И в случае неудачного понта можно потратить все, включая собственную жизнь. А теперь побазарим о ментальных понтах. С малых лет практически вместе с молоком матери их впитывают с собой в основном мальчики. Девочкам нужны будут понты аж в подростковом возрасте. Так так как мужскому контингенту на улице нужно вести борьбу за собственную значимость гораздо раньше. А дают ее в нашем больном обществе только алкоголь, сигареты, мат и зоновские понятия. Заигравшиеся имитируют речь имбецила, умеющего объединять слова лишь матами. Причем с характерным акцентом только что откинувшегося. И если человек, перейдя в взрослую жизнь, не смог избавиться от этих атовизмов в процессе личностной эволюции, то вырастает полноценное высококачественное быдло. Музыка активно помогает быть крутым. Это направление нам показало негроамериканцев, которые соревнуются длиной креста на пузе. В таких клипах количество обнаженных людей превышает онное в газовых камерах Схидвалья. Самые крутые тачки, деньги и телки. Эта гниль выращивает понтовщиков самых разных возрастов и мастей. Если ты досмотрел до конца, ставь лайк и подписывайся. И если же ты со мной не согласен, жду твоих красноречивых дизлайков и гневных комментариев. Главное, не будь безучастным, цени свое время, ведь ты посмотрел эту херню. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok